Парижский климатический саммит завершился историческим компромиссом. Все страны, большие и маленькие, развитые и развивающиеся, согласились ограничить объем выбросов вредных газов, что должно помешать росту температуры выше 2 градусов Цельсия. Критики среди активистов-экологов говорят, что предлагаемые меры недостаточны, да и к исполнению необязательны. Тем временем в Нью-Йорке на этой неделе зафиксирован температурный рекорд. Впервые за всю историю наблюдений столбик термометра в середине декабря поднялся до плюс 19 по Цельсию. Так стоит ли бояться глобального потепления, как по-вашему? Я очень боюсь. Все только и говорят, что с каждым годом будет все хуже. Я знаю, что это касается выбросов парниковых газов. Наверное, в этом причина. Конечно же, я опасаюсь последствий глобального потепления. Это важно для всех нас, и я слышал про конференцию в Париже. Но каждая страна, увы, заботится только о своих интересах. За себя я не боюсь. Я переживаю за тех людей, которые живут в прибрежных районах, потому что уровень воды повышается. В глобальное потепление я, конечно, верю. Нет сомнения, что ледники тают, на Аляске становится теплее, а температура воды в океане повышается. Нелепо отрицать все это. Нет, не боюсь. Есть вещи пострашнее этого. Например, наличие у стран ядерного оружия. Вот это настоящая глобальная опасность. А проблемы климата — это ерунда. Те, кто об этом говорят, — обманщики. У них ненаучный подход. Повышение температуры Земли не обязательно связано с выбросами газа в атмосферу. Скорее всего, это естественный процесс. Так мне кажется. Нет, я боюсь другого. Если взять исторические периоды, то динамика температуры менялась постоянно. Конечно, боюсь. Это, во-первых, это сдвиг по фазе получается на нашей планете. Я считаю, что, конечно, это все виноват Китай, в первую очередь, потому что там идут засорения, загрязняют природу. Большинство заводов не используют специальные фильтры. Конечно, это плохо. Еще года два, ничего не грозит, но дальше будет хуже. Глобальное потепление, конечно, меня беспокоит, безусловно. Природу надо беречь. Беспокоюсь я, скорее всего, за своих детей. Украине это не грозит. Я за этим наблюдаю очень давно. Это периодически бывает. И с одной стороны. А с другой стороны у нас, будем говорить, будет лучше, чем было до сих пор. Это проблема большая, да. Не только глобальное потепление, это же и выбросы в атмосферу вредных веществ, углекислого газа, отравляющих всяких. Тоже как бы плохо. Ну и проблема в том, что поднимется уровень воды, наверное, затопит большие территории. Скорее боюсь похолодания, с учетом сегодняшней погоды. Что нет, не особо. Не верю, что оно будет скоротечно и существенно повлияет на наш климат. Я от всех взрослых понимаю, что ничего не изменится в ближайшем будущем. На нашу жизнь хватит.